Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе будем варить абрикосовое варенье. Одно из самых любимых в моей семье. Варенье получается густое с медовыми абрикосовыми половинками. В первую очередь нужно помыть и просушить абрикосы. У меня 3 килограмма. Теперь убираю косточки и делю их на две половинки. Кладу в большую кастрюлю или миску, которую можно будет поставить на плиту. Важно абрикосы выбирать не переспевшие. Тогда половинки хорошо сохранять свою форму. Засыпаю сахаром. Здесь все будет зависеть от вкуса абрикосов. У меня сладкие. Сахара я добавляю 1,5 килограмма. Получается в самый раз. Все. Оставляю абрикосы на целый день или на ночь, примерно на 8 часов, пока они не пустят сок. Из косточек достаю зерна. У меня орехоколка, и это делать совсем несложно. Вкус этих зернышек зависит от сорта абрикос. Нам в этом году попались очень вкусные, как орешки. Часть мы съедаем, а часть можно добавить в банку с вареньем для аромата. Когда абрикосы пустят сок, ставлю кастрюлю на плиту и довожу их до кипения. Практически на минимальной температуре. Абрикосы не должны сильно бурлить. Как только закипели, убираю с плиты и оставляю полностью остыть, примерно на 8 часов. В общем, варю утром и вечером, только довожу до кипения. Варенье не перемешиваю, слегка стряхиваю кастрюлю. После третьего раза абрикосы уже мягкие. Так варю 4 раза. Со времени абрикосовые дольки набирают сироп и становятся прозрачными, медовыми. Банки для варенья стерилизую в духовке. В холодную духовку на противень ставлю чистые мокрые банки. Включаю духовку до 120 градусов. Как она нагреется, оставляю на 15 минут и выключаю. Крышки заранее кипячу в воде, примерно минут 5. В пятый раз довожу варенье до кипения. Снимаю с плиты и разливаю по банкам. Можно маленькой чашкой или выкладывать половинки ложкой и заливать сиропом. Всего у меня получилось 4 банки варенья. Три по 600 мл и одна объемом 500 мл. Еще немного варенья осталось, чтобы попробовать его в остывшем виде на следующий день. В банке по желанию можно добавить для аромата 1-2 зернышка из косточек. Закатываю, переворачиваю и оставляю остыть. Варенье нужно хранить в сухом, прохладном месте. Варенье нужно хранить в сухом, прохладном месте. Варенье нужно хранить в сухом, прохладном месте. Варенье получилось густое, в меру сладкое, непритерное, с таким приятным абрикосово-медовым вкусом. Друзья, надеюсь, вдохновила. Обязательно попробуйте. Оно и вправду очень вкусное. У меня все. Обязательно поделитесь своими впечатлениями и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!